Всем привет! И сегодня я решил сделать вот такое вот, как мне кажется, очень полезное видео, не только для гитаристов, но и в целом для музыкантов, где я покажу более 50 товаров на Али, которые можно купить и при этом сэкономить. Я запарился и выбрал не только самые дешевые ссылки, но и при этом проверенные ссылки. И опять же, я полагаюсь не только на фото и отзывы, а также рейтинг продавцов, но и смысл в том, что примерно половину из того, что я сегодня покажу, я сам лично заказывал. И вы могли видеть все эти вещи у меня в выпусках, поэтому это будет не только обзор фото, картинок и цены, но и реальные отзывы, мои отзывы о том, какие плюсы и минусы у данных товаров и стоят ли они в своих денег. Итак, начнем мы с тюнера. Первая по ссылке это тюнер Joyo. Почему именно он? Во-первых, именно по этой ссылке я заказывал, у меня их более 10 штук сейчас по дому валяется. И это точная копия тюнера Fender. Именно такие же, в таком же воплощении, только с надписью Fender, долгое время шли в комплекте, так сказать, начальный стартовый комплект с акустиками Fender. В общем, никаких нареканий, работают они очень долго. И самый их большой плюс в том, что, вот видите, здесь вот синий дисплей, подсветка, а когда вы попадаете в ноту, то она загорается именно зеленым цветом. Это очень удобно на концерте. По поводу точности, никаких проблем. У меня есть даже видеосравнение фирмового тюнера Fender, да, более крутого, навороченного. И вот этого, именно этого тюнера Joyo. И Joyo там показал себя не только точнее, но и даже лучше ловит вибрации вообще во всех местах. Не бесится. Здесь есть также режим укулеле, бас, хроматический, ну и, собственно, гитара, где показывают номер струны. Поэтому, вот, на мой взгляд, это наилучшая покупка в плане тюнера. Ну, по крайней мере, самая проверенная. Идем дальше. Дальше у нас это Каподастры. Видите, 102 рубля всего лишь за Каподастры. Так, секундочку, извиняюсь. Что можно сказать? У меня был такой Каподастры, и, в принципе, все бы ничего, но он пережимает немножко струны. То есть ноты уходят, они завышаются. Также немножечко грубовато сделан сам по себе, но уж за такие деньги, чего просить. В общем, все неплохо, только учтите, что когда вы его поставите на гриф, то он пережмет ноты не точно на один лад выше, а они начнут все немножечко, ну, в разбежку, чуть сильнее, чем надо. Дальше. Следующий тюнер, он чистый, я его косметически выбрал. Это должен быть деревянный тюнер. Я думаю, многим именно из-за внешности он очень понравится. То же самое фирма Joyo, не могу за него отвечать, потому что я не заказывал. Мне просто понравился внешний вид, ну, и думаю, многих он тоже заинтересует. Также есть его цветные варианты. Сейчас загрузится. Да, и все ссылки, что я сегодня показываю, они будут в описании. Если долго грузится, извините, запись с экрана, она тоже требует ресурсов жесткого диска. Вот такие вот замечательные маленькие тюнеры. Причем я хочу подметить то, что, несмотря на то, что у них маленький задник, вот этот вот, не бойтесь, они подходят вот не только на укулеле, как здесь нарисовано. Вот, видите, это капа для укулеле. Но вот касательно вот этих вот, они подходят не только на гитару обычную, но и также на классическую. То есть не только на акустическую с узким грифом. Далее. По идее, да, вот таким вот я пользуюсь сейчас. И что могу сказать? Он также немножечко пережимает, опять же, струны. Но он очень крутой, очень массивный. За 127 рублей он смотрится просто как мега-бомба. Еще один его минус, то, что он, конечно, великоват. Я немножечко об этом пожалел, потому что большой каподастер, он, ну, немного мешает в плане зажатия прямо-таки в самой первой позиции. Тоже это учитывайте. Более компактный каподастер, он все-таки всегда более как-то удобен. И опять же, вот посмотрите, вот эта вот маленькая совсем ножка задняя, она идеально встает и на классические инструменты, и на акустике. Причем у меня несколько акустик, и на все четко встает. Не бойтесь, что она маленькая вот сзади вот. Идем дальше. Штатив. Такой штатив вы у меня видели, думаю, не раз. Я его использовал и для экшн-камеры, и, собственно, сейчас я его использую для экшн-камеры, и для телефона. За свои деньги супер. Реально все гнется, ничего не ломается, ноги можно зафиксировать где угодно, хоть на улице, на заборе. Единственное, что вот в месте шарика, именно в месте шарика, где я сейчас показываю мышкой, там у меня отвалился немного пластик, и поэтому теперь плохо держится. А, также еще отвалилось немножечко... Где бы тут показать? Вот здесь вот, вот, в самом основании шестеренки. Все держится, но потрескалось и отвалилось со временем, ну, где-то через полгода-год. Поэтому это вот именно в разъеме для держателя телефона. Как телефон я сейчас не использую его как держатель, я использую как для экшн-камера треногу. И, в общем-то, классная вещь, во-первых, можно прикрепить куда угодно, даже на микрофонную стойку. Также я закреплял диктофон Zoom на нем, то есть очень универсальная вещь. Во многих видео, думаю, тоже, ну, не во многих, но могли видеть, где прям к микрофонной стойке закреплял вот именно на него. Ноги загибал вокруг микрофонной стойки, и микрофон висел спокойно, и все нормально записывалось. Поэтому тоже универсальная вещь, не очень надежная, но 128 рублей, и поэтому, если надо с чего-то начать, чтобы телефон как-то нормально установить по углу, собственно, чтобы все стояло как надо, по ракурсу, а не как-нибудь там на столе химичить, вполне себе подходит очень даже зачетная вещь. Идем дальше. Тренажер. Несмотря на все вот эти вот регулировки скоростей, они не работают абсолютно. В общем-то, он заметно слабее, чем фирменный додаревский, там, допустим, Planet Flavis тренажер, который стоит по тысяче рублей. И что я могу сказать? Ну, вообще, мне кажется, что все-таки лучший тренажер для того, чтобы лучше играть на гитаре, это, собственно, играть на гитаре. Однако для кого-то может показаться интересным как подарок, я в итоге его подарил. И, ну, с точки зрения механики, анатомии, у нас ведь мизинец безымянный палец слабее, поэтому кому-то может показаться полезным подобные тренажеры. Механически мышечно подразвить свои пальцы. Я единственное, что могу сказать, что данный тренажер, да, он функционирует, но никакой регулировки здесь нету. И по факту им сложно что-то прямо-таки реально, ну, накачать, не знаю. По мне, это больше безделушка. Ну, может быть, кому-то будет интересно до кучи заказать. Идем дальше. Ну, и опять же, в трижды дешевле. Все вы хотели. А вот крутилки. Замечательные крутилки с именно поворотным механизмом, бывают без. Также они подходят для вытаскивания кольев. Вот он немножечко не так делает. Надо боком вот так вот подряд идти, чтобы потом незаметно были вмятины. Потому что палисандр дерево-то мягкое. И так вот можно вот замять. Вот сбоку надо, а то останутся здесь вмятины. Вот. Ну, хватит советов. В общем, тоже не ломающиеся, из довольно хорошего пластика. При этом и не мягкие. Потому что проблема таких вещей, то, что они довольно мягкие бывают. Даже фирменные. И когда ты подсовываешь, он просто разгибается. Да, кстати. Здесь в этом случае надо... Опять же, еще один маленький лайфхак для меня, как для тех, кто постоянно меняет струны. Не надо как бы вот так вот лобом ее вытаскивать, вниз давить. Надо просто стараться ее подсунуть до конца. И она сама подлетит. В общем-то и все. Ну, все секреты не буду рассказывать. Поехали дальше. В общем, за 24 рубля плюс доставка, даже если 50 рублей, это дешевле, чем у нас. И до кучи можно заказать, ну, или несколько штук. Вполне себе. Так. Вот я когда заказывал, доставки были бесплатные. Ну, опять же, может, наверное, закупать ведь у одного продавца много всего. Так. А вот именно такой пигард у меня стоял на Fender CD 60 моем. Пришел, все замечательно, смотрелся клево, реально клево. Не похоже на что-то там российское хохломат какая-то там, да, советское. Нет. Он смотрелся реально клево. И, ну, ценник, в общем-то, такой, не сказать, что дешевый. У нас, в принципе, они стоят по 50 рублей. Не обязательно заказывать с Али. Но мне подошел. Вот могу сказать, что на кому прям запал. На Fender CD 60, на Fender Run, на дредноуты подходит нормально. То есть по отверстию, по, собственно, по радиусу все подошло. Идем дальше. Следующее у нас. Это держатели. Очень классный держатель в плане механизма. То есть когда вы опустите его здесь, то он зафиксируется. И тем самым, тут вот не указано, к сожалению, фото. Вот эти два должны сомкнуться именно механизмы. То есть он именно фиксирующий должен быть. Настенный держатель, компактный. Что я могу сказать по поводу настенных держателей? Все бы ничего, только никогда не используйте крепеж, который идет в комплекте. Купите отдельный нормальный саморез, дюбеля. И будет вам счастье. По поводу вот этого. Тут, конечно, вот именно этот я не заказывал. Именно этот я не заказывал. Мне просто интересно именно то, что он замковый. Я заказывал обычные. Могу рекомендовать. Металл есть металл. Все хорошо. Если только что-то сломается, вывалится, то это будет именно, ну, собственно, крепеж. Или же просто у вас стена такая. На гипсокартон повесили, не знаю. Смотрим дальше. Это рычаг. Почему я их, собственно, здесь нашел? Потому что, ребят, ну, 72 рубля бесплатная доставка. Почему бы и нет? Если вы потеряли рычаг, или же вы купили на Авито без рычага, пожалуйста, вуаля, 72 рубля, и у вас есть рычаг. Замечательно. В принципе, резьба, ну, похожая у всех. И на Yamaha, и на Squier'а подойдет. Все нормально, все подходит. Идем дальше. Струны. Это струны для бас-гитары. Это просто струны за 225 рублей. Доставка 54. Общая стоимость 280. Чтобы вы понимали, самая дешевая китайская струна у нас стоит порядка 600-500 рублей. Окей, что я могу сказать по поводу струны с Алиэкспресс? Я заказывал как металлические, так и нейлоновые. И могу сказать, что, ну, это прям запаска. То есть, если только на концерте что-то у вас порвалось, и вот прям у вас нет денег на нормальную запаску, на нормальный струнокомплект какой-нибудь дешевый, то можно, да, сделать, заказать. Но, лично я вот на классику я поставил и тут же снял. При том, что у меня Yamaha C40. То есть, от нее, в принципе, требовать многого не стоит. Все равно я тут же снял и поставил нормальные, там, дорогие Ratasound. То же самое, струны от баса. Я ставил струны от баса, китайские, и, в принципе, ну, как-то можно там что-то, какие-то демки пописать. Но если совсем убитый, вот я купил просто бас, он совсем убитый были на нем струны ржавые. Ну, вот купил за 280-300 рублей. Заказал, я не помню, сколько точно, но такие же копейки. Ничего, нормально, стоят, не провались, все хорошо. Звучат тускло, как будто на них уже месяц играли. Ну, вот так вот, идем дальше. Следующие у нас вот те самые нейлоновые классические струны. И, опять же, что могу сказать, я заказывал еще yamachovские струны. Нарисована была Yamaha, написано Yamaha. То же самое оказалось по факту. Среднего качества нейлон, прям такой вот темноватый, ну, они очень долго вытягиваются. Вот основной их минус в том, что помимо того, что они звучат очень тускло, они еще и очень долго вытягиваются. То есть, в принципе, нейлон долго вытягивается, а китайские струны вытягиваются еще дольше. То есть, постоянно гитару, получается, ее надо подстраивать тюнером. Поэтому тут же смотрите сами. Дешево, реально дешево. Можно себе назаказывать, можно смириться. Кому-то, в принципе, не принципиально. Ну, вот такие вот дела. Идем дальше. Это у нас для укулеле. Ну, ребят, 28 рублей. Причем струны для укулеле с Алиэкспресс лучше, чем, скажем, идут в комплекте струны на укулеле там Вики. То есть, на некоторых китайских укулеле, которые у нас продаются, за 2-3 тысячи рублей. На них струны идут худшего качества, чем вот эти. Поэтому 28 рублей, бесплатная доставка, вперед. Вот тут я уже даже могу порекомендовать. Идем дальше. А, цветные струны я не заказывал. Я просто включил, потому что кого-то зашторит. Тоже 55 рублей. Поставить цветные струны на гитару, ну, кому-то прям будет кайф. По звуку, допустим, не принципиально. Ну, на улице бренчать, я не знаю, у костра. Зато прикольно смотрится. Идем дальше. Так, со струнами я обещаю, скоро мы закончим. Это у нас никелевый. Просто я показал для акустики, для укулеле, для баса. Надо бы для электрогитары показать. Чтобы вы знали, 91 рубль стоит струны для электрогитары. Я ставил... Один раз у меня прорвалась. Не у меня. Я ставил на гитару, которую я вот восстанавливал. Я покупал... Ну, Джексон я купил японский. И поставил на него сначала нормальные, потом дешевые струны, чтобы перенастроить его. И вот поставил девятки, и ее успешно порвали. В общем-то, парень пришел тестить ее. Первый бенд, и она оторвалась. В частности, виновата была конструкция бриджа на том японском Джексоне. Нагрузка была прям напрямую с катышкой, без всяких там изломов. То есть, ну, неудивительно, что она порвалась. Ну, что-то можно сказать. Вот тонкие девятки, они реально рвутся легко. Да, вот именно в такой упаковке у меня даже есть. В принципе, тут непринципиально. Название вот может быть орфей какое-то, может быть еще какие-то названия. Все это одно и то же. Все одного разлива. Поэтому берите самые дешевые. Они реально внутри пакетик вот такой же, вот с таким вот зеленым катышками, таким же обозначением. Все то же самое. Только меняется лейбл. Поэтому берете самые дешевые, если хотите струны с Аликой. Условно, если вот вы меня спросите, насколько они хуже, чем... Ну, я советую покупать какие-нибудь Ротосаунды за 400 рублей. Там стоит на акустику 400, там 430, даже вот сейчас вот подорожание. До этого были 330-360. Фосфорированные даже. Замечательно. На электро то же самое, 400 рублей. Ну, на электро я, правда, не очень Ротосаунды люблю. Скорее, каким-нибудь Эрнибол. А вот на акустику Эрнибол не люблю. Ну, прям никак. Ну, собственно, карманы. 52 рубля, почему бы вам не посоветовать. Вот эти вот, кстати, вполне себе неплохого качества. Я видел их, я сам не заказывал, но я видел такие. Я покупал какой-то Эрнибол дешевый, и прямо на нем было наклеено такая вещица приятная. Мне нет. Ну, в принципе, она не отломилась. Она, собственно, функционировала, она держала. Поэтому кто-то любит весь этот фетиш. Идем дальше. А Элис, вот здесь вот у нас тоже пластик. Здесь подешевле, но они цветные. Ну, ребят, 14 рублей, доставка 13. Закажите 2. Называется. Что можно сказать? Я просто хочу показать вам, опять же. Уж простите меня. Такие вещи я вам просто показываю. Я сам не заказывал. И, кстати, не факт, что вам придет вот такой вот или такой. Потому что я заказывал медиаторы Элис, пришло вообще не то, что было на картинке. То есть я специально искал, где будет именно 1 миллиметр. Мне пришел пакет всех мастей медиаторов, но только не 1 миллиметр. А еще прикольная вещь. Медиаторы Элис, они, в принципе, очень клево звучат. Они такие, при этом не скользят. И при этом они очень легко ломаются пальцами. Вот как перпендикулярно, как вы ее держите по струне, бьете, он не ломается, он гнется. А вот если чуть-чуть прям его вбок по-другому согнуть, он сразу разлетается. Но, тем не менее, я как-то заказывал за 100 рублей. Там пачка здоровенная приехала. До сих пор они у меня валяются по всему дому. Но учтите, что то, что нарисовано, придет все, что угодно. Это прям не ожидайте, что будет как на фото. Сюда же решил включить прикольные палисандровые за 280 рублей колья. Вот на этой гитаре они не смотрятся, но есть куча инструментов темных, где, допустим, белые из махогани. Белые легко заменить на вот такие вот колышки, и будет прикольно смотреться. В принципе, они все примерно одного размера. Смысл не в том, чтобы оно зафиксировалось, а смысл именно в натяге, в струне, поэтому не бойтесь. Вот такие вот наклеечки. Видео у ребят наклеивают. Чтобы запомнить положение нот, я все-таки предпочитаю заставлять аппликатурно как-то запоминать все это дело. Запоминайте, собственно, лады по их позициям. И дальше уже, соответственно, более-менее понятно, как ноты располагаются. Но кому-то прикольно вот так вот налепить, особенно если инструмент, собственно, не особо жалко. И всегда смотреть, какую ноту вы где зажали. Тут почему-то, мне кажется, как-то кверт ногами, да? Что-то прилепили. Ну, в общем, вот такая вот прикольная вещь. Всего 72 рубля. Кто-то их продает за несколько сотен у нас. Очень многие заказывают с Алика, потом перепродают. А вот за 13 рублей. Пожалуйста. Заглушка резонаторная. У нас они стоят порядка 500 рублей. И могу сказать, что они могут отличаться по диаметру. Вот видите, здесь 38, 39, 41, 42. Это уж вам надо у продавца спрашивать, уточнять. Рейтинг, как и везде, собственно, 26, 5 звезд. Только один поставил 3. Наверное, потому что у него нету гитары. Я не знаю. Но смысл в том, что она чуть потоньше. Чуть потоньше по материалу, помягче, чем фирмовые. Но при этом, собственно, задачи свои относительно выполняет. Во всяком случае, ребят, ну 150 рублей. Но это ведь, наверное, лучше, чем скотчем залеплять и на концерте выходить со здоровенным квадратом скотча. Как я видел, например, там у WorldWare, из тех же самых, я видел на концерте. Просто скотчем, ребята, залепили гитару. Ну, смотрится, ну, не очень клево. Лучше вот такую все-таки заглушку купить. Идем дальше. Это резонаторные на концерте, чтобы не заводилось, там, если кто не знает. Ну, и как-то еще их используют. А, кстати, прикольная тема. Ко мне недавно, извиняюсь. Вот, ну, я уже работаю в магазине. И ко мне заходил тоже, скажем, один из покупателей. И вот он пытался меня убедить. Я не стал спорить, то, что с заглушкой инструмент звучит более глубоко. Больше обертонов, более, собственно, ну, в общем-то, более глубоко, более басовито, как он говорил, там, больше частот. Вот так вот рассказываю. Я не спорю даже. Ни в коем случае. Так, звукосниматели. Вот это, конечно, дорогущий звукосниматель. Скажете, 2 200. Зато с бесплатной доставкой. Почему я его здесь показал? Ну, потому что его можно реально встроить аккуратно. Видите, у него здесь джек. Такой более-менее прикольно сделан. Не обязательно липучку где-то сверху лепить. Как вы здесь вот вынули его. Можно его, ну, можно, конечно, нам засверлить, а можно вместе крепежа, допустим, там, подрасверлить. По-всякому. Магнитные синглы звучат, в принципе, как звучат магнитные синглы. Они все звучат плюс-минус одинаково. Здесь самая главная надежность и эстетический вид. Я с таким гонял, собственно, по-моему, даже в какой-то там пятидневный, шестидневный тур, наверное, с Yamaha F310, вот с таким вот звукоснимателем. И все нормально, все шло, даже неплохо звучало на концерте. Конечно, в принципе, ну, тут теряется смысл самого инструмента. Звучат именно струны по большей части. Поэтому я взял Yamaha. От чего париться-то? Что случиться с ней, не жалко. Вот, в общем-то, такой вот звукосниматель. Прикольно внешне смотрится. Можно вмонтировать, можно как-то еще. Но я рекомендую больше, конечно, микрофонные. Опять дожди идут. Вы уж извиняйте, я не могу еще и форточку залепить. Я тогда скончаюсь. Дальше. Более удешевленная версия. За 300 рублей, даже с потенциометром, мне показалось, прикольная. Я такое увидел у кого-то, мне кажется, у Славы даже на акустику такие лепят, тоже монтируют. Ну, собственно, сингл и сингл. Звучать будет примерно так же. Просто исполнение более дешевое, смотрится все это попроще. Дальше. Абсолютно бесполезные пьезотаблетки. Я такую заказывал. У меня есть видео-обзор на нее, сколько много довольных людей. Что я могу сказать? Как только вы задеваете чего-либо вот этого провода конца, то есть он, может быть, по деке елозит. Вы слышите звук, который, в принципе, громче, чем звук струн. Если вы заденете, не дай бог, по гитаре пальцем, на ней сделаете стук какой-то, то вы вообще вырвете просто динамику комбика или куда вы там воткнулись. Абсолютно бесполезная вещь. Кто хочет убедиться, посмотрите. У меня видео-обзор на... Там что-то всякое. Не помню, как называется. Фигня с Алиэкспресс. Там что-то брофло с Алиэкспресс. И ужасная, ужасная, бесполезная, беспонтовая вещь, которая снимает все что угодно, только не звук, собственно, инструмент и то, что вы играете. Дальше. И тут будут полезные, серьезные вещи. Обещаю, потерпите. Что-то не хочет он. А вот. Чистка для струн 125 рублей. Вот почему я сюда ее указал. У нас такие стоят порядка 800-700 рублей. Что я могу сказать? Кто-то говорит, кратковременно помогает. Помогает от чего? Если у вас гитара стоит просто без чехла, без всего, на стойке, то на ней оседает пыль. И от того, что вы эту пыль тряпкой затрете в обмотку, ну, я не думаю, что будет ловчай. Кто-то потом бьет об лады струны, да, и типа выбивается. Ну, тоже такие средства, такие сложные, я бы сказал, да. Поэтому от чего может помочь? Ну, наверное, от пота, от какого-то жира. Если вы, тем не менее, гитару там сохраните в чехле, да, а тут вот решили протереть, или же используя специальными средствами, которые побрызгались сюда и протерли ими. Такие очистители есть для струн, которые помогают совсем на немножечко времени, там, не знаю, перед концертом, может быть, освежить. Но, тем не менее, вот такая вот вещица стоит копейки. Может быть, кому-то будет прикольнее, кому-то подарить. Кто-то будет собирать мегакомплект, кому-то на день рождения куча фигни с Алиэкспресса, я уж так скажу. Ну, прикольно. Прикольно и дешево. Идем дальше. Не хочет он. Ой, то же самое. Что за новомодная тема? Так. Еще один абсолютно бесполезный тренажер. Как бы, ну, он не звучит абсолютно вообще никак. Он просто для переставления аккордов. То есть, как бы вы можете научиться ставить аккорды на нем. Я, знаете, я выпиливал из гитары такой, более-менее, кусок грифа взял. И из него выпилил, ну, часть просверлил по углам и натянул туда нейлоновые струны, одну или две. Завязал. И, в принципе, более-менее какой-то тренажер был. Здесь, за счет того, что анатомия самой по себе этой палочки, она не очень-то похожа на гриф инструмента. Я считаю, это бесполезная вещь. Тем более, что она не звучит, никак не строит, естественно. Потому что мензура здесь не соответствует ширине ладов. Так что это такая более беспонтовая, бесполезная вещь. За 552 рубля. Это самое дорогое, что я сегодня, наверное, пока показывал. И самое бесполезное. Ну, петличка тоже потягается. Ох, елки. Следующий. Очень прикольный инструмент. А тоже для намотки. При этом обрезания струн, чтобы не париться с ножницами. Я считаю, за свои деньги более чем. Здесь вот единственное, что придется все-таки не просто подсолить, получается. А именно, видите, опираться на, собственно, сам порожек, чтобы достать. Ну, такой вот вариант. Прикольно то, что она умеет обрезать. Прикольно то, что здесь монтировали крутилку. И просто такую вот вещь. Тоже прикольнее, я думаю, подарить. 218 рублей. Бесплатная доставка. Идем дальше. Следующий у нас это разветвители. Я пользуюсь примерно такими же. Я купил, заказал их. Они как бы, на них написано, что они как бы, ну, они прям не просто так пришли. Они пришли в пакетики с бумажкой, все фирмово. Ну, опять же, стоили порядка 20 рублей. Я, собственно, сравнил с фирмовым и бонезом за 1800. Я не заметил никаких отличий. Вы мне можете сказать то, что вот, у меня там, у меня, кстати, в педалборде стоят тоже полукитайские. Правда, я заказал их Мир Музыки. Там акция шла комплектом в подарок. Комплект свечей таких проводов в педалборде. Тоже многие говорят, что вот, китайские, лажа, надо покупать фирмовые. Ребят, я вот делал сравнение для себя. Planet Waves я запитал комплектом и запитал китайским комплектом. Все это записал. Мне принципиальной разницы я особо не услышал. Намного больше разницы от качества педалей, что у вас были. У меня была одна педаль в педалборде, которая стоила 20 тысяч, американская. И вот у нее был голимый буфер внутри, и она съедала звук. Вот она реально съедала звук. Вот это была большая разница. Вот это была потеря звука. То есть ее выкидываешь из педалборда, и она звучит замечательно. У меня вообще есть видео, где я показывал вам, как могут педали убить звук. Всего лишь одна педаль, то есть вот чистый звук инструмента, и через педаль. Она в байпасе, в труббайпасе, но звук убивается. Вот поэтому стоит париться, чтобы у вас в педалборде не было говеных педалей. Вот они съедают звук. А по поводу свечей, безусловно, в студийных условиях для записи обязательно. Потому что, ну, не то, что на подсознании, но вот я знаю то, что реально обычный инструментальный джек и дешевый джек, там, Horizon какой-нибудь за 800 рублей, или китаец еще дешевле. Вот тут реально есть ощущение. Его реально слышно прям. То есть это не что-то там надуманное. А в плане на концертном случае, не думаю, что стоит париться. Вот в репетиционном педалборде вполне себе можно использовать. Идем дальше. Дальше у нас вот такие вот прикольные накладки на пальцы, чтобы не болели. Они многие их используют, чтобы глушить, как это половче. Ребят, купить нормальные струны. То есть если у вас акустика, тяжело зажимать. Купите не 12, а купите 10. Кто-то даже 9 сейчас покупает. У нас почему-то в стране всегда какая-то проблема. Во всем мире играют на акустике на 13, на 12, а у нас на 9. А во всем мире на электрогитаре играют на 9, на 10, а у нас на 13. То есть как-то все у нас вот по-другому. Вот все покупают, приходят. Не, мне нужны на акустику 9, а на электро мне нужны там 12, 13. И все это в Mi. Печаль. Но вот просто купите нормальные струны. Подточите там порожки, отдайте кому надо. И все будет замечательно у вас. Не надо покупать вот такие вот бесполезные, беспонтовые, ненужные вещи, которые вам еще и постановку руки еще смогут загубить. Идем дальше. Я понимаю, вы уже устали. Я тоже устаю сипу уже. Итак, колки 249 рублей. В принципе, в принципе, такие колки можно заказать в моем месте работы за те же деньги. Да. Поэтому беспонтово заказывать колки с Алиэкспресс для классики. Да. Точно такие же. Идем дальше. 780 рублей. За эти колки стоит переплатить только из-за черепушек. Ну, согласитесь. Ну, прикольно, да? Ну, реально прикольно. Я не обещаю, что они будут нормальные. Но я думаю, они будут неплохие. Во-во-во-во. Вот эти вообще чума. Мне кажется, супер вообще. Прям... Прям да. Идем дальше. На бас. Бывает такое неприятное явление, как у баса лепесток отломался. И чтобы не покупать целый комплект, можно купить одну штуку на Алике за 200. За бог знает сколько еще рублей. В сумме получится у нас многовато. Но тем не менее. Тем не менее, как варианты. Видите, есть разные цветовые решения. Металл будет мягкий. Ничего не ожидайте. Такого особенного. Они, естественно, проржавеют. Ну, и ничего. И японские ржавеют. Но зато японские жесткие. Так. Стриплоки. Вот такая вот прикольная вещь. Заменит вам серебристый скотч. Чтобы не быть, как позорный, эмарис 2007 года без денег. 114 рублей. Да, здесь тоже будет мягкий металл. Но вряд ли вы его переломите ремнем. Даже если это будет там, не знаю, суперлиспол с кирпичом намотанным. Стоит копейки. Винтик только что маловат. Ну, можно как это, собственно, методами нашими, отечественными, в спичку вставить. Чтобы пожестче было. Если гитарка нормально подойдет. Если это зомби, то у меня там опилки были. Все рассыпалось и вываливалось. Поэтому лучше, может быть, даже винтик изменить. Но, в целом, за свои деньги более чем 100 рублей в стриплоке. Вау. Идем дальше. Вот эта тема меня уже начинает подбешивать. Думаю, вас тоже. Еще одни колки на баз. Ну, чисто дизайн. Если у вас вебанес, то, пожалуйста, вуаля. Или LTD, по-моему, такие ставят. Идем дальше. Гнездо. Гнездо за 139 рублей. Долго оно не проживет, в принципе. Как и на дешевых инструментах. Потому что контакт будет отгинаться. Но его, может быть, подогнуть, собственно. Не сложно. Я могу рекомендовать покупки деталей с Алика. Для инструментов, для гитары. Но при этом понимаете, что качество они низкого. Естественно. Ну, в случае, если у вас отходит на вашем инструменте гнездо. Надо поставить, чтобы продать. Да почему нет? Конечно. Вариант вполне себе. 139 рублей. Идем дальше. У нас порядка, может быть, и 700. А может быть, даже и порядка 3000. Если фирмовые стоят гнезда. А самые дешевые колки X и Machia F310. 421 рубль. Пожалуйста. Идем дальше. Ну, это слайд. Точно такой же слайд. Но фирмовый будет стоить порядка 600 рублей. 500-600 рублей. Здесь в сумме с доставкой получится почти то же самое. Поэтому я считаю, что слайд. Нет, можно найти подешевле, я думаю. На Алиэкспрессе. Потому что я, когда отбираю, мне кажется, было дешевле. Я тратя назад все эти ссылки делал. Вот. Что-то поменялось, я смотрю. Ну, в общем, слайды есть на Алике. Но, опять же, фирмовые и в России можно купить, найти слайд подешевле или за те же деньги. Идем дальше. Свитчи. У нас они стоят порядка 700 рублей такого качества. Опять же, до 3000 буквально доходят, если фирмовые. Что я могу сказать? Со временем, вот я говорил, многие не верили. Когда вы двигаете эту пумпучку, да, она отодвигает вот эту часть. Я здесь показывал мышкой. В одну сторону, в другую сторону. И со временем она отгибается. Можно выкрутить его, подогнуть пальцами разок-два. Но потом все равно гнется, потому что вы же вносите деформацию. Появляются какие-то углы, все это начинает какие-то звуки сдавать. Поэтому можно все это заменить за копейки. И сколько-то там, ну, еще годика-три, такая штука будет работать точно. Щуп. Ну, такие инструменты пользуются часто на заводах. Но и также здесь допуски померят на гитаре. Если вы настраиваете гитару, вы работаете настройщиком, мастером, то щуп вполне себе может вам пригодиться. Я единственное, что не могу сказать за точность, потому что все-таки Китай. Ну, примерно, примерно замерить можно будет высоту. Там на 12 латом какие-то вещи, какие-то щели, там что-то там померить. 280 рублей. Ничего особенного не ждите. Я в глаза не видел, что это такое. Но, судя по отзывам, все окей. Идем дальше. Так бы-то сложно сделать, не особо сложно в наше время. Видео такие вот именно топ-локи, прям живую щупал. Очень мягкие. Ну, советовать сложно, конечно. Однако, опять же, если потеряли, если нужно что-то как-то, то, собственно, за 99 рублей почему бы и нет. Дальше у нас, постоянно вижу, потеряли ручку, сняли. Нету больше. И остался, собственно, один винт от потенциометра. Потенциометра. Вот. Ну, пожалуйста. 90 рублей. С доставкой 200. Что-то. Обалдеть. Что-то поменялось. Так. Здесь вот снизу у нас что? 96. Пам-пара-папам. И такая же доставка. Ну, сейчас на всю мелочь тогда. Идем дальше. А, собственно, такие же бочонки, только на лисполы, на гипсоны, на эпифоны. Можно цвета сменить. Допустим, у вас черный скучный гипсон, да? А вы взяли, на него поставили какие-нибудь цветные ручки. Смотрится уже поприкольнее. Такие вот синие, да? Смотрится стилево. Идем дальше. 35 рублей, а в принципе оригинальный стоит порядка 500. Когти. 33 рубля когуть, пожалуйста. Можно заказывать, можно купить у нас, как хотите. Я, если честно, не вижу особого смысла за одну штуку 33 рубля платить. Да, акция, да, заманивает, конечно. Но, тем не менее. Следующее. Вот это реально стоит купить. Это поп-фильтры. Приходят их, причем, несколько штук. Можно заказать по 5, по 6. Замечательные. По сути, ничем не отличаются от фирмовых. Подходят на шур, подходят на другие похожие. Она подходит на Sennheiser, если резиночку такую, это, канцелярскую налепить. В общем, классные вещи. Я в свое время заказал штук 10. До сих пор пользуюсь. Реально помогает, реально убирает взрывные согласные. Незаменимая вещь не только как ветрозащита, но и как поп-фильтр. А вот, собственно, поп-фильтр, через который я сейчас записываю данное видео. Безусловно, с ним чуть получше помогает, спасает. Но тут всего лишь один, не, два слоя тонкой ткани. И что могу сказать? За свои деньги, да, вполне себе клево. Держится, дуга нормальная. Но, в принципе, лучше на нем не экономить, конечно. Если вы хотите реально записывать вокал, то, в принципе, у нас, в нашей стране, можно купить за 1500 где-нибудь. Какой-нибудь тоже китаец. Но там будет посередине металлическая, по краям будет поплотнее ткань. Он может быть еще и с перолоном, то есть трехслойной, четырехслойной. Тут кто как любит, и некоторые говорят, что если переборщить ее с толщиной поп-фильтра, то он задавливает звук. То есть становится звук, ну, по частотам более бедный. Кто-то предпочитает металлический по-всякому. Но если у вас нет вообще никакого, да, а хочется, вот, хотя бы для внешнего вида, то вуаля. Вот, в принципе, даже чуть-чуть помогает. Ну, не заплюете микрофон, так уж точно. Так, медиаторы. Медиаторы Bonesse здесь также еще раз доказать то, что медиаторы покупать на Алике нет никакого смысла. Это, и почему я их сюда включил? Потому что это самые мои любимые медиаторы, уменьшенные вот с такой вот именно, как сказать, асфальтированной, как на пилочках дамских для ногтей, поверхностью, чтобы не скользило с пилочкой такой. Очень клевые медиаторы. В принципе, стоят они 65 рублей, а тут они стоят 113, доставка 78. Поэтому заказать такие можно у нас, не париться и не заказывать оттуда. Но медиаторы реально клевые, и поэтому отзывы, я думаю, на них тоже замечательные здесь все. Ну, я смотрел, там все замечательные. Это я так говорю много, устал. И остается у нас микрофон. Опять же, у меня такой есть. Что могу сказать? Я заказывал не по этой ссылке, но по этой ссылке тоже заказывал. Мы знакомы, тут той уже нету. И тоже все пришло, все окей. В принципе, если нет ничего, то он реально похож, во-первых, внешне, а во-вторых, по качеству. Он очень хорошо звучит за свои деньги, более чем, то есть, ведущим там что-то там озвучивать, на свою какую-то ребазу по дешевке, на замену какой-то микрофон с собой таскать. В принципе, он лучше звучит, чем PG серия официального Shure. Но до SM-ки, конечно, не дотягивают, уж тем более до беты. Не хватает средних частот. Из-за этого в миксе его не слышно. Идем дальше. Нам осталось совсем чуть-чуть-то терпеть. Так, и это дилей, собственно, дилей, который у меня стоял в педалборде. В принципе, он у меня сейчас еще есть. Почему я его сюда включил? Потому что, опять же, за свои деньги замечательная штука. Лично у меня он не съедает никакого сигнала. Я прям реально тестил. И многие могут, конечно, жаловаться, но я не могу, потому что гарантировать, все китайские педали, они могут менять комплектующие, менять какие-то там кондюры, какие-то еще вещи, гнезда. Поэтому звук может меняться. Но вот функционально, за свои деньги, это прям находка для меня была в свое время. Очень одна из немногих педалей, которая у меня осталась. Обычно все, что я купил с Алика, я все выкинул. Я потом сделаю на него, наверное, обзор. Если вы захотите, отпишите мне об этом. И еще расскажу о педалях, которые покупать не надо с Алика, потому что они съедают весь сигнал нахрен. Или же вообще начинают искажать, деформировать звук. Или же очень тихие были такие хорсы у меня, фленджеры, которые очень тихие. То есть ты их делаешь на 12 часов, а он реально тихий-тихий. Делаешь больше, он начинает хрипеть. То есть деньги на ветер абсолютно. Ну, в общем-то, на сегодня все. Ссылки на все, что я показал, будут в описании. Может, по ним переходить же, туда же попадете. Напишите в комментариях, мне спасибо. Поставьте лайк. Подпишись на канал, если здесь впервые. Здесь куча всего на любой вкус. Всяких интересных и не очень. И очень интересных. Видео. Все, я устал, я ухожу. Всем пока. До новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok